Тренировки достаточно тяжелые, вторая часть, я думаю, даже повеселее чуть-чуть, поэнергозатратнее, чем первая. Сейчас мы от погодных условий тоже отталкиваемся, потому что на улице жара, вот пару дней было 32 градуса, поэтому тренера немножко решили нас пожалеть, больше занятий на льду сделали. Заканчиваем цикл игрой с Амуром, будем подтачивать все, что наработали. Что-то по сопернику уже известно, смотрели или все впереди? Да нет, мы сейчас по своей игру налаживаем, вот вчера была игра в неравных составах, сегодня, например, акцент внимания делали на раскатах, потому что новые правила, нельзя стоять в трапеции, за воротами, там зона такая небольшая, там нельзя больше трех секунд находиться. Все это интересно, что-то новое добавляют каждый год. Защитникам тяжелее, это новое правило? Я думаю, тяжелее всей пятерки, потому что защитник – это то свино, которое начинает атаку, а ребятам, которые без шайбы находятся, им надо тоже очень много будет бегать, потому что под защитника надо открываться, поэтому, ну, будет интересно. А сейчас мы узнаем, как наши игроки восстанавливаются. Иван, вот что вы пьете, как восстанавливаются после таких тяжелых нагрузок? Ну, у нас есть всякие восстановительные напитки там. Вообще тяжелый вид тренировки, еще такая температура. Да, закладываем фундамент еще. В улице оказывается погода на нас, на тренировочном процессе, нелегко, но ничего, через это надо пройти. Самая главная фигура на хоккейной площадке – это вратари. Как проходят сборы, с каким настроением? Давайте узнаем у самих ребят. Да, сборы позитивно проходят, все замечательно, работаем. Сколько примерно бросков по вратарю наносится за одну тренировку? Считали, нет? Интересно. Да нет, ну, таких подсчетов мы не ведем, вот, всегда по-разному, даже не знаю, ну, много, много. Примерно, 500 тысяч. 500 тысяч. 600, наверное, да? Да.